Добрый день! У эфира информационный выпуск телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Сегодня у «Гомеля» отбудется областный сход делегата у пятого усебелорусского народного схода. Простовники отношений в области обмеркуются наибольшие актуальные вопросы, которые, на их думку, необходимо учить на форуме. Наши корреспонденты сострелись с некоторыми делегатами. Больше 9 тысяч педагогических работников. Минавито столько наставников, что год повышает свой профессийный уровень у Гомельском областном институте развития адукации. Для этого тут створены все умовы, начиная от явности необходимого обстановления до специалистов отповедного уровня. Яшебная задача установа – выращение актуальных проблем глины на кшталт работы с задорными детьми, подрихтовки децентрализованных от тестирования, применение информационных технологий. Компьютеры и интернету на вышальном процессе допомагают, а для той же пошук необходимых материалов бедется бессистемно и залежит головным шином от квалификации наставника. Сегодня учитель для того, чтобы подготовиться к уроку с использованием информационно-коммуникационных технологий, должен часами перелопачивать интернет с тем, чтобы подготовить презентацию, с тем, чтобы подготовить тест, какие-то разработки. Поэтому система образования нуждается в образовательном контенте, программах, всевозможных тестах, которые были бы четко интегрированы в существующие программы. Акционерное товарыство Гомеля Баллаутотранс – это больше 4300 работающих и каля 1000 автобусов. Притым, что этот парк постоянно обновляется. Только за прошлые 5 годов предприемственно было каля 160 машин за кошт бюджету и еще 56 за уластные сродки. Сегодня среди головных задач Гомеля Баллаутотранса – оптимизация затрат. Только в этом году их снизили на 25 миллиардов рублей. Разом с тем, в акционерном товарыстве кажут, что пытание необходимо разглядать в комплексе. Зараз на предприемствах и его организациях шмат транспорту, який не зауседы выкарастовывается эффективно. Кожный повинен займаться своей справой. Один вырабляет, другие перевозить, третий продает. Неколе гэта схема доказывала свою эффективность, а ля цяпер месцами ад яе по разных причинах адмовилися. Яшэ одна проблема, якую агучвать у Гомеля Баллаутотрансе – скрытые регулярные пассажирские перевозки. Зараз подрихтованный проект закона об автомобильном транспорте, дзе гэты нюансы будут уличаны. Покуржа шмат, який индивидуальная предприемальники и субъекты господарания отрымливать лицензии так званых нерегулярных перевозчиков, что дае им пэлные и льготы, а ля на маршруты выходят что день. Такие факты отзначены фактично на усих межгородних накерунках у Беларуси и на ватноособных международных. Мы идем вместе и все проблемы, которые сегодня ощущает Республика Беларусь, экономика Республики, они сегодня и нам не чужны. Чем больше грузов будет производиться в Республике, тем больше у нас будет транспортной работы. Чем больше будет экономическая подвижность населения, тем больше будут наши доходы. Это наши показатели, это наша производительность труда и, соответственно, экономическая и финансовая состоятельность предприятия. Олег Синчеров, Евген Паболовец, Евген Макеенко, телеродокомпания «Гомель». У Гомельской области почалась работа по формированию областной и округовых комиссий по выборах депутатов Палаты процедуников Национального схода Республики Беларусь. Сгодно с девчим законодавством их склад повинен быть затверджен не позднее 27 червеня. Своих представников у склад комиссий могут вызначать керуючие органы политичных партий и громадских организаций, прационные коллективы. А про чатаго вылучение может ожитивляться громадянами шляхом сбора подписов. Сероцелетних нововведений, створение областных комиссий, яких на попередних парламентских выборах не было. Причим, каждая кандидатура будет обмерковаться на суместном посаджении облавы Конкама и областного совета депутатов. Усяго на Гомельщине плануется створить 17 округовых и одну областную комиссию, у складе которой, как чакается, будет 13 человек. В настоящее время в Гомельской области идет процесс выдвижения в состав областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей. Вчера на заседании Центральной избирательной комиссии были утверждены округа, поэтому мы сейчас начинаем выдвижение в окружные избирательные комиссии. Сегодня у Гомеля прошло первое посаджение областной комиссии по контролю за ходом под рыхток и проведение уступной кампании. У комитета державного контроля запросили так само представников пункта утестирования и навучальных установ. Основную увагу на посаджение надали пытанием проведения первого этапа уступной кампании – централизованному тестированию. Все лето оно пройдет в период с 13 до 27 червяня. Что тычется пункта утестирования, то на Гомельщине они будут находиться в Мазырском педагогическом университете, Светлогорским державным индустриальным колледже, Гомельским державным университете, Гомельским техничным университете, Белорусским державным университете транспорту и Белорусским хандлево-экономичным университете с поживецкой кооперацией. Тестирование будет проводиться по 15 предметах, первым из которых станет белорусская мова. Хочу напомнить, что в текущую вступительную кампанию в Комитете государственного контроля работают горячие телефонные линии, на которую абитуенты и их родители могут обратиться по волнующим их вопросам. Ее телефоны 23 83 86. Гомельские силовики затримали черговую партию «Чорного лому», який незаконно спрабывали вывезти у Россию два беларусы. Фуры с контрабандным товаром спынили у Добрушским районе подчас суместной операции милиционеров Новобелецкого района Гомеля, пограничников и податковой службы. На груз вагой у 28 тонн у водителям не оказалось никаких документов. Кошт металлолому специалисты оценили у 17 миллионов беларуских рублев. На громадян составлен администрационный протокол. Справа передадена у областный экономичный суд. Хочу и за все незаконным предпринимателям придется не только заплатить штраф, а и застаться без своего автотранспорта. Очень много граждан перемещает лом, потому что в России лом стоит дороже, чем у нас на скопочных заготовочных пунктах. У Гомеля на стадионе «Промень» спаборничали легкотлеты 1999-2000-х годов народжения. Ставки были высокие. Областные Олимпийские дни молодых – это промышлях на спаборничество республиканского узровня. А там уже будет махчимость трапиться в склад сборной краины, которая отправится на международные старты. У областных Олимпийских днях молодых по легкой атлеты приняли удел у всей районы Гомельской области, где культивуют этот вид спорта. Правда, у всех наимоснейших собрать не удалось. С паборничества по терминах проведения супали со школьными выпускными экзаменами. А тому некоторым спортсменам, які уже зарезервовали себе места у сборной области, дозволили пропустить с паборничества. Поспеховое выступление на Республиканских Олимпийских днях молодых по легкой атлеты – это не только очки ускорбонку у Гомельской области. По их выниках будет формироваться сборная краины. По этому возрасту будут у них европейские игры. Конечно, отбор официальный будет у них сейчас на Республиканских Олимпийских днях молодежи. И там главный штаб национальной команды, старшие тренеры, которые работают с этим возрастом, будут уже отбирать детей. На европейские спаборничества нацелены Вадим Чернышоу. Гомельшанин – неодноразовый переможца Республиканских спаборничества, бронзовый призер Европейского юнацкого и Олимпийского фестиваля 2015 года у Штурхани Ядра. На областных Олимпийских днях молодых ровных яму не было. На переде – Республиканский турнир. Готовимся, стараемся отобраться на Европу, потому что все-таки в том году ездили и в Грузию на соревнования, и в Европейский фестиваль юношеский. И в этом году стайна «Планк» стоит по-любому отбираться на Европу. То есть все это готовились весь этот год, считай, на эти соревнования. Отточиваем технику, набираем силу перед соревнованиями, чтобы быть в форме самой. Надею складают и на легкоатлета со Светлогорска Яугена Масло. И он стал лепшим на областных Олимпийских днях молодых, убегом на 110 и 400 метров с барьерами. Есть у его активов и перемоги на республиканских споборницах. Разом с тренером Валентином Володковичем Яуген ведет под рыхтолку с разликом на европейское першинство. Упора робят на короткую дистанцию. Он зимние соревнования выиграл в Пенце Беларуси, стал победителем среди юноши на коротких барьерах, 60 метров с барьерами. В мае выиграл спартакиаду республиканскую 110 и вплотную подошел к нормативу на чемпионат Европы среди юношей. 14.26 – это нормативы, установленные нашей Белорусской Федерацией. Есть еще и нормативы АФ, он чуть-чуть слабее – 14.5. Сейчас он пробежал гладко, но скорость, мне кажется, еще недостаточно высока в нем. По выниках областных Олимпийских Ден Молоди, по легкой атлетыце, у группе городов у Агульным Залику – Перамох, Светлогорск. Сярод районов лепшим стал Житковицким. Отпочивать у спортсменов часу не ма. С 15 по 17 червеня у Гродни отбудутся Республиканские Олимпийские Дни Молоди. Максим Самин, Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин